Уважаемые зрители нашего канала, я сейчас хотел бы сделать видеоролик продолжения того проблемы, которое было в Зарайске. Вот на карте я покажу. Вот Зарайск, это вот южная часть Московской области. Мы позавчера там были по жалобе группы женщин, там оказывается 250-300 человек, потому что некоторые уезжают, приезжают, как бы они находятся в трудовом рабстве, мы съездили туда. Увидев наш ролик, администрация этого предприятия, они моментально выдали частично за оплату, паспорта, и сразу некоторые женщины, которые днем раньше слезно плача просили помощи, в этот день, когда мы приехали, они, как хамелеоны, поменялись на 180 градусов, теперь они стали на стороне администрации. Хотя днем раньше они плакали, помогите, спасите в таком состоянии, и вот купили какие-то копейки. К нашему приезду, когда днем раньше мы выпустили этот ролик, уже было известно, оказывается, и местным властям за час до нашего приезда, но так как мы уже говорили, что будем в 12, но мы приехали с опоздания на полтора часа, там уже было и полиция побывала, и прокуратура побывала, и ФМС побывала, комиссия, в общем-то, нас уже там ждали. В это предприятие, куда проходит только с особым пропуском, даже работники прокуратуры или полиции должны пропуск выписать, чтобы туда зайти, но к нашему приезду ворота были широко распахнуты, шлагбаума не было, надписей не было, знака какого-нибудь кирпича не было, охранника не было, они знали, что у нас будет энное количество машин, люди широко распахнули, чтобы въезжать, то есть мышеловку открыли, а потом, чтобы она захлопнулась, мы, не зная об этом, въехали до конца двора, это где-то очень длинный промышленный объект, и как мы въехали, сразу шлагбаум, мышеловка, так сказать, и начались провокационные действия, вот купленные на какие-то мелочи, там не только купленные, там есть еще, там же не один человек, там среди вот этих узбеков есть так называемые мини-бригадиры, которые тоже привозят из Узбекистана людей, родственники, знакомые, соседи, так 10, 15, где-то 20 человек, он является старшим, и ему естественно работодатель за эти услуги платит побольше деньги, и естественно, он уже является как бы его человеком, и вот приехав на место, мы узнали некоторые подробности, оказывается, пригласив на работу граждан Узбекистана, работодатель, он не выполняет свои обязательства, но я сейчас, что на память скажу некоторые моменты, которые на поверхности, вообще-то их очень целый вагон, и плюс тележка, вот, например, значит, работодатель говорит, ты мне должен 75 тысяч отработать, за что? За то, что он, оказывается, делает патент, хорошо, вот это оформление патента, смесь, вместе с шлатой обходится 22 тысячи, это в Московской области, а если это было бы в городе Москве, то 14 с половиной тысяч, дальше, значит, 75 тысяч где, и 22 тысяч где, да, вот разница какая, да, существенная, более чем на 50 тысяч, он уже накручивает, дальше, вот этот Брагадир Узбек, Джамам, оказывается, при ежемесячной оплате патентов, с работника берет не по 4 300 рублей, это государственная цена назначена, фиксирована, да, а по 5 тысяч, то есть с каждого 700 рублей оставляет себе, это получается более 200 тысяч рублей в месяц, дальше считайте, при выдаче заоплаты, там небольшая заоплата ежемесячная, там 5 тысяч где-то в районе, он себе карман присваивает по 1000 рублей, это умножать на количество там 250-300 человек, это еще получается 300 тысяч рублей приблизительно, и того, только вот на этом сумме получается полмиллиона рублей он имеет, если кто хочет уходить, увольняться, он с них требует заплатить 75 тысяч, потом пожалуйста, и того получается полмиллиона рублей, мало того еще, значит, условия договорные, то, что там будет бесплатное питание, бесплатное жилье и прочее, не все так, как договорились, так называемое питание, вот я опрашивал работников, говорят, ну, после этого питания у нас поносы, отравляемся, желудок болит, поэтому мы практически эту еду не едим, сами покупаем продукты, вот, уважают магазин и сами готовим, это практически мы питаемся за свои деньги, жилье, оно тоже не приспособлено, оно значит, нет на учете госпотребнадзора, санэпидемстанции, нет вентиляционного освещения хорошего нету, даже вот места питания, вот открылась тайно, когда приходит проверка, они, оказывается, столовой закрывают на замок, оказывается, что у них по бумагам, у них столовой, места питания нету вообще, если комиссия застала бы, что они там кушают и посмотрели на бумаги, оказывается, вообще-то места питания нету, как же они их три раза кормят, а вот одна, даже переборщила в ролике, да, хваля, вот одна купленная женщина, говорит, нас пять раз в день кормят, аж не три раза, а в пять раз в день, ну, как они кормят, если по бумагам нет столовой, мы были вот когда в прокуратуре, и там следователи следственного комитета вызвали, вот этот момент они обратили внимание, там по бумагам места питания столовой нету, а там их пусть даже хоть десять раз в день кормят, как, это тоже нарушение санитарных норм, потом, значит, ни у одного, даже у тех, кто на стороне администрации купленной, да, ни у одного человека на руках нет трудового договора, не говоря уже о должностной инструкции, дальше, значит, ни у одного из этих 300 почти человек, даже у тех, кто является приближенным к руководству и получает большие деньги, как бригадиры, мини-бригадиры тоже, да, свои, да, ни у одного из них на руках нет трудового договора, если сейчас они даже сделают задним числом трудовые договоры, да, это Филькина грамма, это будет раскрыто, потому что каждый трудовой договор сразу должен быть зарегистрирован в ФМС, но теперь не ФМС называется, значит, Управление по делу о миграции Московской области, УВМ называется, вот, она должна быть зарегистрирована, поэтому они сейчас уже не смогут сделать задним числом, заднее число они поставят, но там-то будет зарегистрировано уже сегодняшний день, а они-то работают, кто полгода работает, кто больше, кто чуть меньше, без трудового договора, а по законодательству, если, значит, они работают незаконно, а они, естественно, работают незаконно, без трудовых договоров, значит, работодатель, владелец этой фирмы, он должен заплатить государству за каждого иностранного работника, незаконно работающего, от 400 тысяч до 1 миллиона рублей в бюджет государства, вот вы множите, сколько миллионов получается, вот этот работник, наверное, я еще раз повторю, что работодателя, приглашая на работу, обещал им золотые горы, но на месте оказалось совсем не так, так называемое бесплатное питание, так казалось, кормежка, которую можно давать свиньям или еще кем-то, потому что работники говорили, что это в основном роутер или какие-то тухлые продукты, после чего у них поносы были и прочее-прочее. В день, когда мы были, увидев наш ролик, в прокуратуре другие органы послали туда комиссию, мы немножко опоздали, так что комиссия за часа полтора-два до нас была, да, и вот работники рассказали, когда пришла комиссия, многих их спрятали по разным углам, кого-то нужно спрятать, поэтому вот такие комиссии бывают, ненужных людей, они прячут, закрывают сверху, ну вот количество уменьшают, так что у многих там еще работают, даже если их документы уже они подали на получение трудового патента, но они уже работают, но это нарушение, пока не будет на руки получен трудовой патент и не заключать договор, он ни одного дня, даже за день, до начала этого не имеет права работать, они работают сперва же дня. Потом, значит, я еще хочу отметить о графике работы, у них смена длится трудовая с 8 утра до 8 вечера, то есть 12 часов, плюс у них еще так называемые подработки, или как они еще называются, халтура, говорят они между собой, эта халтура длится еще как минимум 3-4 часа, то есть, значит, здесь они с 8 до 8 часов, работают 12 часов, плюс халтура 4 часа, так называемые, итого у них трудовой день длится 16 часов, выходных никаких нет у них, они работают без выходных, так как вот прошел несколько метров, у них как бы лежанка, и по 16 часов. Теперь давайте будем стрелаться на закон, посмотрим трудовой кодекс Конституции Российской Федерации. На законодательстве Российской Федерации установлено, трудовой день не должен быть более 8 часов, трудовая неделя должна быть не более 40 часов в неделю, но они-то работают в два раза больше, у них, значит, получается, если учитывая, что они еще субботу-воскресенье работают, то они в неделю работают не 40 часов, а более 100 часов работают. По законодательству, если, значит, работник работает сверхурочно и выходные, праздничные дни, то работодатель должен платить им за оплату в двойном размере. Тут о таком двойном размере и речи тут нету. Если даже возьмем, значит, 8-часовой рабочий день за основу и 40-часовую неделю, то за этот график работы по нормативам Московской области минимальная заплата установлена на 14 тысяч рублей. 14 тысяч рублей, вот давайте тебе простой арифметикой, возьмите в ручку и бумагу, посчитайте, 40 часов в неделю, умножьте, значит, на месяц, за это они должны получать не менее 14 тысяч рублей, а теперь умножьте это фактически, они работают по 16 часов, да, и тогда 14 тысяч увеличивается еще в два-три раза, а если мы еще будем учитывать, что за сверхурочно они даже получать в двойном размере, то еще несколько раз, то они должны получать порядка в месяц, приблизительно, по моим прикидкам, около 70-80 тысяч рублей. 70-80 тысяч они как минимум должны получать, а им платят по бумагам где-то около 20 тысяч, а фактически на руки они получают в месяц 5-6-7 тысяч рублей, потому что отсюда они сдирать ежедневно за под тем как бы якобы расходы, но отвечая на вопрос, почему они работают сразу, не получат патент, но для того, чтобы с них выжимать побольше соков, так сказать, потому что работодатель их же так вот этим Роллтоном кормит, но Роллтон тоже копейки стоит, а он с него деньги должен быстрее выжимать, потом некоторым они оплачивают проезд в автобусе, да, но автобусе в отличие от самолета намного дешевле, он должен еще отрабатывать эти злополучные 100 долларов, которые он заплатил Яков за автобус. И еще хочу отметить, вот еще не прошел год, как у нас 52 человека сгорели в автобусе, и в эти дни, когда вот 52 узбекистанцы живьем сгорели в автобусе на территории Казахстана, во всех интернет-сообществах, по телевизору, везде все кричали, что нужно запретить автобусы, и я тоже был против автобусов поездок, да, что кто рекламирует автобусные рейсы, это нехорошие люди, я уже мягкими словами говорю, чтобы не выходить в нецензурную речь, что это враги, что их автобусом возят, что это на смерть, риск, там же и дети погибли, и женщины, да, но вот эти некоторые критиканы, которые меня критикуют, да, вот своих так называемых блогеров-отчалях, я их называю, да, вот посмотрите, вот они в своих критических роликах там рекламируют поездку в автобусах, ты же их рекламируешь на смерть, на риск, и этот умник, да, который рекламирует, да, он же на этом деньги на рекламе делает, и он же еще в мой огород и на камень кидаешь, то я оказываю платные услуги, извините, и по мусульманскому обычаю, и другим, да, и государственным, если я работал, труд должен быть оплачиваемый, но я где-то и бесплатно работаю, и так далее, а ты вот здесь рекламируешь вот эту поездку в автобусах, еще не остыло место 52 погибших, но на ваш вопрос, почему они, у них есть на руках телефон, не вызывают полицию, или он выйдет к КПП и не уходишь, да, рабство, есть разные варианты, он вроде бы открыто ходит, может он выйти, и вроде бы не раб, да, но есть другие рычаги от того, чтобы он не убежал, это отнять у него паспорт, не давать ему деньги, без паспорта он вышел за ворот до первого полицейского, до первого полицейского, его заберут, он так называемый спецприемный, он целик называется, суд, несколько месяцев там будет сидеть, и потом выдворение, но они потом еще приехали, какая бы ситуация ни была, они в любой ситуации приехали быть готовыми работать, хоть какую-то копеечку найти и послать дитям, они не сказали здесь правду, поэтому они на все соглашаются, хотя вот я слышал, что там насмотрщиками поставили, так сказать, этнических таджиков, их там оказывается, некоторые, кто непослушные, их там и бьют, оказывается, вот такие моменты. А таджики таджиков не бьют? Потому что они много. И больше, чем вас? Да, два раза. О, господи, а откуда же они там взвелись два раза больше? Вот, а в том, что их никто не тронет, я вам уже сказал, когда вы пришли сюда, время это было вот в 6 часов вечера. Я вам сказал, что вопрос, с руководством я позвонил, обговорил, вариант был такой, вы едете к себе, ночуете спокойно, утром вам выдают ваши документы, с кем договор заключен, расторгают, если с кем не заключен, я не знаю, там не расторгают, выдают задолженность по зарплате, ваши деньги выдают, и вы делать, что хотите, вы сказали, что вы туда боитесь ехать, поэтому мы задержались здесь еще на 3 часа, вот со всеми вытекающими, на сегодняшней неделе, паспорта у вас на руках, это раз, у вас, либо вы идете, у вас нет где ночевать, я так понимаю, 3-2, вы идете ночевать, если у вас места нет, здесь ваши люди, с кем вы приехали, обещали вам, я так понимаю, либо поездку в Москву, либо еще куда-то, здесь мы вас оставить ночевать не можем, это режиме объекта, вот, вопрос по зарплате, завтра до обеда будет решаться, понятно, да? В настоящее время объяснение с вас взятое, взятое объяснение, полиция сейчас находится на заводе и проводит там свои следственные действия. Если необходимо, вот те, кто телефон оставил, мы с вами свяжемся, свяжемся для получения дополнительных объяснений. Вот сейчас понятно вот это, что я сказал? Понятно? Вопрос-то есть? Спрашивайте. Если завтра они не дадут утро? Завтра, смотри, завтра с утра в 9 часов я звоню руководителю Бобков и тот, кто занимался вашим оформлением. Я утром отзваниваюсь и спрашиваю, как решается вопрос по вашей заработной плате. Вопрос завтра это решится в любом случае. Почему? Потому что и нам, и вам не надо, чтобы вы к нам приходили, да? И мы, то есть лишние, как бы друг друга создавали проблемы, вот чтобы этой толпы опять не было. Потому что поэтому они, имея телефона, не звонят в милицию, не уходят, потому что у них паспорта отняты, денег у них до дороги нету. А если каким-то путем все-таки обратиться в полицию и так далее, да? А полиция, я сам там видел ситуацию, я считаю, что полиция их практически крышует. Я пока говорю полиции вот о недостатках, вот нарушениях, а полиция и еще работник, начальник ФМС, ОВМ называется отдел, госпожа Лукьянова, вместе с руководством местной полиции, вот город Зарайск, посмотрите на карте, вот. Они выступают в роли адвокатов, нарушителей закона. Мы сейчас обращаемся в полицию, но полиция, по нашим сведениям, была на стороне работодателя. Мы тут провели несколько часов, но дело фассифицировала полиция в сторону незаконного предпринимателя, который забрал паспорта и не дает за оплату. И мы сейчас, видя, что такая ситуация, бесполезно здесь в полиции находиться, мы решили пойти сейчас в следственный комитет, в местный отдел, тут бесполезно крышует или там, я не знаю, там, ну, я, видя, что подтверждается вот такими ситуациями. Потерпевшие, которые зашли в отдел полиции, вместо того, чтобы не брать заявление, прямо у входа полиции с них берут у каждого отпечатки пальцев, у заявителей. Так, ну что, поехали в следственный отдел, а потом в прокуратуру. Вообще-то, вот это, что я рассказал, это чистое уголовное дело должно быть возбуждено, и это компетенция даже не полиции, еще кого-то, а это компетенция Следственного комитета. Когда не выдают зарплату большому количеству людей в больших размерах, это основание возбуждает уголовное дело Следственного комитета. А Следственный комитет, вы знаете, она занимается уголовными делами. Еще один тонкий момент хотел бы отметить, да, вот тут вчера один, так, блогер выпустил против нас ролик, где он оправдывает работодателя, что якобы, наоборот, вот эти бедные узбеки, они нехорошие, что якобы работодатель заплатил на то, чтобы они приехали, оформили документы 70 тысяч, и якобы, что он на год вперед заплатил за их патенты. Но это сущая ложь. Этот блогер, он сам, как он говорит, в Москве работал, и будет, приезжал, он здесь бывает часто, чисто на русском языке говорит, все знают ситуацию здесь в России, да, и он прекрасно знает, что за патент за год вперед не платится. Соответственно, по словам правительства Российской Федерации, патент может оплачивать в трех видах временных. Это значит, за один месяц, за два месяца, и не более, чем за три месяца. Максимум за три месяца можно заплатить. А она, значит, Московская область стоит 4300 рублей, и того умножим на три, максимум можно заплатить 12900 рублей. А вот этот блогер, он всех обманывает, и все ему там хлопают, говорят, что они за год вперед заплатили. 70 тысяч, он говорит. А работодатель, говорит, 75-й нам должен. Так что, получается, он всем вам лапшу на уши вешает, врет. Это постановление правительства Российской Федерации. Более, чем на три месяца нельзя платить. И еще же, он же в этом ролике называет меня почему-то мошенником, оказывается, не я, он сам мошенник. Даже любой здесь мигрант знает, что более, чем за три месяца вперед, оплаты не принимаются. Это просто банки не примут оплаты. А он тут всем вам лапшу вешает, что за год вперед оплачен за патенты. В пользу с моментом прокурора города Зарайска, она, несмотря на то, что уже был конец рабочего дня, уже мы пришли в прокуратуру практически в 26 вечера, и она выходила уже, на пороге была, она вернулась, и она еще с нами там более часа-полтора была, всех на ноги поставила, вызвала полицию, вызвала следственного комитета следователя, обратила внимание на стоящих тут женщин, мужчин, у кого в галочку, кто в тапочках, в этот холод. Она сделала все, чтобы в рамках закона помочь. Вот этот блогер, который говорит, что благодаря нас, эти люди остались на улице. Нет, прокурор дала указание, чтобы они ночевали там же, где они зарегистрированы и работали. Это указание прокурора города Зарайска. Я сделал так, чтобы они оказались на улице. Я вам сказал, что вопрос, с руководством я позвонил, обговорил, вариант был такой, вы едете к себе, ночуете спокойно, пудром вам выдают ваши документы, с кем договоры заключенных расторгают, если с кем не заключенных, я не знаю, там не расторгают, выдают задолженность по зарплате, ваши деньги выдают, и вы делаете, что хотите. И поэтому, значит, полиция и другие, значит, кто там этим занимался, они привели этих женщин туда, потребливают работников, не работников, а вот это работодатели, чтобы их там отпустили, у них там вещи, но чтобы не было конфликта с теми, кто куплен уже, так сказать, да, их просто повезли, не повезли, а там через дорогу еще одно помещение было, там видеоролик, который в меня кидал камень, он там показывает, чтобы не было как бы драк, какие-то эксцессы, их в другом здании поместили, они там переночевали. Наши ребята из-за нашего активства, землячка, некоторым уже подобрали работы, и намного лучше, чем там, прямо в Москве, недалеко с метром, в теплый цех, вот в пекарне, где там лепешки пекут, вот голодным никогда не оставим, вместо Ролтона будет кушать горячие лепешки, вот тем полмиллиона рублей, которые вот этот бригадир, управляющий делами, как его имя, Узбек из Самаканда, мы с вами посчитали, что он значит по 700 рублей, более 200 тысяч имеет наценку с патентов, по 1000 рублей с каждой, при выдаче заплаты еще 300 тысяч имеет, и того более полмиллиона, и еще мне работники рассказали, что он еще ставит свои проценты от сверхурочного, когда смена заканчивается, они еще 4 часа работают, за каждое изделие, он ставит свой процент, ну там издельная работа, и он еще от этого, и сверхурочного тоже имеет, я посчитал общие сложности, вот этот Узбек из Самаканда, он в месяц, как минимум, он там на этих бедных наших работниках, на своих земляках, делает миллион рублей приблизительно, миллион рублей он имеет, вот на таких делах, вроде бы небольшие деньги, по 1000 рублей за это, по 700 за это, за сверхурочный, и того миллиончик имеет, вот так молодец, к нашему приезду уже готовились, готовились провокации, так как у нас за день было объявлено, что мы приедем в 12 часов, но приехали и те люди, которые поддерживали и нас, где только 10 машин было, ребят, и в каждой машине по несколько человек, мы их попросили, не поддавайтесь, давайте провокациям, вы в сторонке стоите, не вмешивайтесь, чтобы не было потом каких-то эксцессов, мы единственное зашли туда с Эльдором, так что местные власти, и работодатель, и вот эти некоторые проданные совестью за деньги работники, они оказывается подготовились к нашему приезду, как я сказал, режим набег, нас туда аж с машины пропустили, там не было ни шлагбаума, никого, заехали, то, что мы шли ловки, и там начались провокации, но мы провокации не поддались, они пытались сделать, чтобы мы какие-то сдачи дали, или что, и вот интересно, мы туда приехали же разговаривать по вызову потерпевших, а не тех, кто стороны, но мы все равно выслушали и ту сторону, которая на стороне работодателя, и они больше времени заняли у нас, но они не давали возможности, чтобы мы выслушали другую сторону, потерпевших, так сказать, и мы вынуждены были попросить потерпевших, здесь нам разговаривать не дадут, пойдемте, выйдем за ворота, спокойно поговорим, пытались нас не выпускать за ворота, вот там в криках, в этих роликах есть, закройте ворота, дарвозан вегтиляр, не пускайте их, но это уже, сейчас все съемки пойдут следствию, будет возбуждено уголовное дело, мы еще сейчас дополнительное заявление дадим, после праздника, сегодня завтра праздник, три дня, уже нас, они пытались, и не пытались, уже есть, лишить нас закон свободы, там же, даже вот этот блогер, который выпускает, дальше ролик против нас, и его в ролике, это и есть крики, закройте ворота, дарвозан вегтиляр, для дачи кармеля, не выпускайте их, то есть призывы, а всем этим руководил, дирижебрил, работодатель, турк по национальности, как я понял, вот там видно, вот там в пальто, такой немножко солидный человек, и его охранники, там они подталкивали, в роликах тоже, в некоторых моментах есть, как он и рукой подталкивает, подсказывает, давай, давай, вот они хотели нас взять в заложники, забрать у нас видеоаппаратуру, и у меня, и у моих коллег, все-таки один телефон, они все-таки украли, с кармана, вот Samsung, когда мы в полиции об этом сказали, да, вот работодатель, он предложил нам новый Samsung купить, мы отказались, дайте нам лучше на старый, и их не интересовала аппаратура, их интересовала наша записи, которые там, вот, поэтому они нам новый предлагали, но мы отказались от этого. А кто вы такой? А вы кто? Я руководитель здесь, по-разному. Вот чем-то я открыл. Да. А вы кто? Смотри, ты. Я граждане просто. Если граждане, а что вы здесь делаете? Так не говори, не понятно. Что вы делаете здесь? Так не говори, и вы говорите, вы просто граждане, да, с улицы человек, да? Да. Я хочу, это моя мимика. А вы тоже с улицы вообще-то? Я руководитель Узбекиста землящика. Здесь стоит подпись министра, зарегистрировано. А вы сами своим витом сказали, что вы просто человек. Никакой отношения не с вами. Дайте мне поговорить с человеком. Он мой начальник, разговаривайте с ним. Я подчинен его. Хорошо. Во-первых, вы знаете, что здесь съемки нельзя? По закону. Покажите. Покажу. Покажите. Пойдемте. Давайте покажите. Пойдемте. Покажите. Покажите. Вы сказали, что вы человек с улицы. Вы никакого отношения не имеете к этому. С одной стороны. Ой, вы прям крутите вообще. Молодцы прям. Что вы хотите? Поговорите. Вот кому я сейчас... Я вас все объясню. Подождите, кто вы такой, да? Я представился, да? Вы не представился. Я сказал, я руководитель узбекской землящики. А что? Победа моя баранца. Победа Смонаграмовича. А вы все? Вы сказали, что просто человек рассказать. Если вы просто человек... Кимбоба, а да. Пять-шесть человек есть у нас, с которыми еще сейчас... Сейчас, уважаемый зритель нашего канала, он говорит, что я просто гражданин, но вот сейчас для руководителя МВД прокуратуры и других правоорганизмов сейчас, значит, работники сказали, что этот человек является владельцем этого... Он работодатель. Вот, уважаемые зрители нашего канала, вот сейчас вы слышали, что ни у одного из работников нет трудового договора. Соответственно, законодательство Российской Федерации, вот этот человек, который говорит, не имеет отношения, он должен заплатить штраф за каждого иностранного гражданина отчетового... Итого... Тысяча человек остается без хлеба. Вот этот работодатель, он незаконно принял на работу и уже... И уже... И уже полгода, полгода он ведет незаконную трудовую деятельность с гражданами Узбекистана. У одного из граждан Узбекистана на руках нет трудового договора. Вот если сейчас они сделают задним числом, это будет заднее число. Вот еще раз повторюсь, скажите, пожалуйста, на русском языке, у вас есть трудовой договор? Нет, трудовой договор нет. Вы с какого месяца здесь работаете? Апрель. уже более полгода вы работаете. Уже документ закончился и потом вы вступаете. Девушка, у вас есть трудовой договор? Нет. Тоже, да? Тоже нет? Да, трудовой договора нет. Скажите, пожалуйста, вот этот человек ваш хозяин? Да, хозяин. Он работодатель? Нет, он, нехорошо, хорошо. Как его имя, фамилия? Скажите, пожалуйста. Нет, Сина, Сина. Как? Сина, как его? Нет, вы даже не знаете, как его фамилию, имя, должны сказать. Скажите, пожалуйста, девушка, скажите, пожалуйста, у других ваших земликов у кого у него есть трудовой договор здесь? Нет, и у кого нет? Есть 250 человек, но одного нет трудовой договора. Так что, уважаемые зрители нашего канала, соответственно, на каждого иностранного работника, который работает незаконно, работодатель выплачивает от 400 тысяч до миллионов рублей. Если суд этого человека приговорит по 400, по минимальному, это значит, считайте, он должен заплатить 10 миллионов рублей штрафа государству. Вот этот человек, он должен сейчас государству заплатить 10 миллионов штрафа, а вот эти бедные наши трудовые мигранты, попадут под выдворение. Конечно, можно там переиграть в суде, что они попали в такую ситуацию, они потерпешим благодаря того, что вот этот человек не заключил с ним трудовой договор. Они вынуждены... Сматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокурор вызвал сотрудника Следственного комитета и поручил, значит, рассмотреть заявление. Вот заявление подписано, часть, где-то человек 30 подписало, еще там человек 40-50 есть готовые. И вот сейчас в течение вот короткое время будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела. Если она все-таки не будет возбуждена, мы уже здесь. У нас просто сейчас очень много праздничных мероприятий. Вот сегодня мы сейчас находимся в здании правительства Московской области. Мы только что была у нас встреча с губернатором Московской области Андреем Воробеев, где он ограждал передовиков, и мы в Атандош тоже участвовали в этом мероприятии. Только что мы отсюда вышли. А приехав из Заразка, мы из Заразка приехали глубоко за полночь, а утром у нас была встреча с бывшим премьер-министром главой правительства Российской Федерации Михаилом Фродковым. Он сейчас директор Института Российского института стратегии исследователей, так как раз Курлустобу про темы миграционных вопросов. И я туда тоже был приглашен. Прямо оттуда не выставшись, приехали из Заразка, сразу в институт господина Фродкова. Он где-то лет пять с лишним был главой правительства России, потом он был впоследствии до прошлого года руководителем службы внешней разведки. И он с нами вместе сидел, очень внимательно слушал. И я вот эту тему про Заразку я там тоже поднял. И господин Фродков, Михаил Ефимович, он с интересом послушал вот это событие, о чем мы как раз несколько часов назад сказали, чтобы мы были в Заразке, вот такие дела. он, наверное, к себе где-то на ум взял, но человек Кремля, человек Путина, если нужно, где-то что-то может он телефон взял, может куда-то позвонил, я не знаю. Он внимательно слушал мое выступление об этих событиях. Ну, давайте на этой такой веселой нотке закончим. Пользуясь моментом, поздравляю вас всех с праздником, День народного единства Российской Федерации. Будьте все здоровы, с праздником вас всех!